Счастники фестиваля из Петушинского районного дома культуры! Встречайте дружными аплодисментами! Беларусь — это небольшое государство в Восточной Европе, граничащее с Россией. Известная своей живописнейшей природой, страна славится историческими памятниками. На ее территории сохранилось несколько древнейших строений, руин и крепостей времен Великой Отечественной войны. Сюда едут, чтобы поразмышлять, настроиться на нужный лад, проникнуть в красоту природы, вспомнить об истории прошлого, которую ни в коем случае не стоит забывать, и просто насладиться незабываемой атмосферой. У белорусского народа огромное многообразие обычаев, традиций, праздников и обрядов, которые передаются из поколений в поколение. Есть в белорусском календаре событий, праздник, почитаемый жителями страны наравне с Рождеством. Вот только он скорее языческий, чем христианский, и празднуется летом. Речь о Купалии — эпицентре летних праздников у восточных славян. На праздник Ивана Купала славяне проводили и проводят до сих пор множество обрядов. Самый известный и одновременно таинственный — полиск цветка папоротника, открывающий в человеке сверхспособности. Понимать разговор зверей и тиц, видеть русалок, наблюдать, как в лесу, гуляя в деревьях. Но, ко всему прочему, существует поверье, что обладатель цветка способен обнаружить любой вклад. На кануне, и за Купальскую ночь, обязательно купались в водоемах. Люди верили, что в этот магический праздник вода обладает особой очистительной силой. Изболи Купалии участвовали все жители силы, от мала до велика, ведь только всеобщее исполнение обрядов обеспечивало благополучие. Каждый год с наступлением самых долгих летних дней и коротких ночей в Беларуси на берегах рек и озер отмечают праздник Ивана Купала. Куда ж ты собрался, милый мой сябр? Отчего не весел? Отчего взгляд твой грустный? Пойдем со мной. Вон за околицей песни поют, а хороводы водят. А науш-то мне? Кали сердце веселится, и лицо цветет. Погляди, в небе месяц полон. Слышал я поверье, что в одну только такую ночь прекрасный цветок красотою своею весь врачный лес потрясает. А на что он теперь? Задумал я найти заветный цветок, что жаром горит, да золотом светится, чтобы все клады к твоим ногам положить. Зачем же мне все клады калюты для славы и богатства? Клады ищешь. Не для славы ищу, для счастья. Душу хочу спознать, да судьбу споведать. А не вернусь, не поминай лихом. Вижу я сердце твое чистое, да помыслы светлые. А найдешь заветный цветок, достойным будь. Умалинка, умалинка, темная дочка. Темная дочка, отыж твоя дочка. Темная дочка, отыж твоя дочка. Моя дочка, отыж твоя дочка. Рушу, рушу, хори. Рушу, рушу, хори. Моя дочка, отыж твоя дочка. Моя дочка, отыж твоя дочка. Моя дочка, отыж твоя дочка. Темная дочка, отыж твоя дочка. Темная дочка, отыж твоя дочка. Моя дочка, отыж твоя дочка. Моя дочка, отыж твоя дочка. Моя дочка, отыж твоя дочка. Темная дочка, отыж твоя дочка. Темная дочка, отыж твоя дочка. Моя точка, луса точку, ружу-ружу полить, ружу-ружу полить, белые ручки полить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Мы сберегли и главное богатство, гостеприимство и добродушие белорусского народа. Над Белой Русью, над моей страною, расправив крылья, словно паруса. Закружит аист в танцы с синевою, любовью наполняя небеса.